МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В ГИДРОМЕТАЦЕНТРА ЗАУТРА У РЕГИОНЕ БУДЗЕ ВОБЛАЧНО С ПРОЯСНЕННЯМИ. НА БОЛЬШЕЙ ЧАССЫ В ОБЛАСТЕ У ПЕРШИЙ ДЕНЬ ЗИМЫ ЧАКАЕТСЯ МОКРЫЙ СНЕГ И ДОЖД, А ТАКСАМА СЛАБЫ ГОЛОЛЁД, НА ДОРОГА ГОЛОЛЁДИЦА. ВЕТЕР ЗАХОДНИЙ ЧАТЫРЫ 9 МЕТРОВ ЗА СЕКУНДУ, МАКЦЫМИ ПАРЫВЫ ДА ЧАТЫРНАЦАТИ МЕТРОВ ЗА СЕКУНДУ, МЕСЦАМИ ДА ПЯТНАЦАТИ ВОСЕМНАЦАТИ. МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПАВЕТРА У НАЧЫ АД МИНУС ДВУХ ДА ПЛЮС АДНАГО ГРАДУСА, МАКСИМАЛЬНЫЙ ДЕНЬ ДА ПЛЮС ЧАТЫРОХ. ПАДОБНЫЙ ВЕЛЬГОТНЫ, АДНАК ОДНОСНО ТЄПЛЫХ, ХАРАКТАР НА ДВОРЬЯ НА ГОМЕЛЬШИНЕ ЗАХАВАЕТСЯ ДО КАНЦА ТЫДНЯ. И ОН БУДЕ СУПРОВАДЖАТСЯ КРТКОЧАСОВЫМИ ОПАДКАМИ У ВЫГЛЯДЗЕ МОКРОГО СНЕГУ И ДАЖУ, А ТАКСАМА ГОЛОЛЁДАМ, ГОЛОЛЁДИЦАЙ И СЛАБЫМ ТУМАНОМ. С ПОГАРШЕНИМ УМОВ НА ДВОРЬЯ ЗАРАЗ НА ДОРОГАХ В ОБЛАСТИ СКОНЦЕНТРОВАНЫ ШЕРАХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ. ЗА МИНУЛЫЕ СУТКИ ПРАЦА ДОРОЖНО-КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБОВ БЫЛА НАЛАДЖЕНА НА НА НАЛЕЖНЫМ УЗРОВНИ. БОЛЬШ ЗА ТРЫСТА АДЗИНАК СПЕЦТЕХНИКИ БЫЛИ ЗАДЕНЯНЩАНЫ НА АТОМАБІЛЬНЫХ ДОРОГАХ И В УЛИЦАХ. ВЫКОРЫСТАНА БОЛЬШ ЗА ТРЫСПАЛОВАЙ ТЫСЯЧИ ТОН ПЕРША НА СОЛЯННОЙ СУМЕСІ. СУПРАЦОВНИКИ ОБЛАСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЕРЖАУТАИНСПЕКЦИИ У СВОЮ ЧАРГУ НАГАДЫВАЮТЬ ВОДИТЕЛЯМ, ЧТО ЗА УТРАШНЕГА ДНЯ ПЕРШАГА СНЕЖНЯ АТОМАБІЛИСТАМ НЕАБХОДНО ВЫКОРЫСТОВАЦЬ ЗИМОВЫЕ ШИНЫ. ЗА НЕ ВЫКОНАННИЕ ГЭТАГА РАСПОРАДЖЕНЯ ПАРУШАЛЬНИКОВ ЧАКАЯ АДМИНИСТРАЦИЙНЫЕ ПАКАРАННЯ. СУПРАЦОВНИКИ ДАЮТ ТАКСАМА НАГАДЫВАЮТЬ, ЧТО УЗИМОВЫЙ ПЕРЫД ВОДИТЕЛЯМ И ПЕШАХОДАМ ТРЕБА БЫТЬ АСАБЛЮВА УВАЖЛЮМИ НА ДОРОГАХ. Хотелось бы обратить внимание водителей на учитывание погодных условий, то, что необходимо учитывать дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, а также учитывать и выбирать правильно скорость движения автомобиля. Пежеходам обращается особое внимание на состояние тротуаров, скользкости и обледенения, поэтому быть внимательными и при движении в темное время суток, конечно же, использовать все это возвращающие элементы. На территории Гомельской области повеличилась колькасть крадяжов. С початку года их зарегистровано свыше 3800. Это около 60% всех злочинств по линии криминального вышку в регионе. Такая статистика была приведена подчас пресс-конференции в областном управлении внутренних справ. В дело ее приняли представники управления криминального вышку и охоты громадского аппарата, департамента охоты и других службов милиции. Главной же темой Гутарки стали пытания профилактики. Их выражение допоможает правоохранным органам переломать негативную тенденцию, а гражданам захавать свою маемость. Одну из главных проблем в этом плане уявляют крадяжи с дачных домов. Злочинство притягивает не только долгая отсутность господаров, а и легкость добычи, которая часто находится в вольном доступе. Молодь будет поляпшать имидж своих районов. До такого вынику пришли уделники 6-го областного форума лидеров детских и молодежных громадских объединений органов школьного самокирования. Вынику реализации распространенного проекта придется чекать целый год, однако юные лидеры обещают, что оригинальных и корыстных мероприемств в его рамках будет проведено немало. Форум лидеров в области проводится в шестый раз. Самые активные представники в всех районах съехалися в Гомель, чтобы продемонстрировать выники уже реализованных проектов и пропоновать новые идеи. Такая практика полностью поддержана уладами. Дорослые не за все добачат проблемы молоди, а юным же хорам региона с детства нужно быть отказными и инициативными. Несколько лет назад мы убедились в том, что необходимо работать более конкретно с теми ребятами, которые обладают лидерскими качествами. Передать знания – это очень хорошо, а формировать именно лидера, человека, который бы мог повести за собой какую-то общественную организацию, направление, молодежное движение, нужно несколько лет и взрослые педагоги должны оказать помощь. За пошние годы в регионе реализованы десятки проектов. Пытания, которые хваляют молодцы, самые разные – от установки новой малой архитектурной формы до повышения престижа армии. Часом идея для проекта может народиться за дробязем. Например, в ушне початковых классов на перепынку перекулили горшок с кветками. Их треба было чем-нибудь занять и направить энергию в мирное русло. Так у лечицах народился проект динамичной перепынки. Мы вместе приходим на перемене к детям. Детей очень много, с 1 по 4 класс. Мы приходим просто в хол, включаем музыку и начинаем танцевать. Простые флешмобики для детских, простые движения. Также мы играем с ними в игры собственного сочинения. И танцы тоже придумываем. И таким образом дети выплескивают свою энергию и продолжают дальше обучение спокойно. Почас этого форума юные лидеры обмерковали новые проекты. Самые буйные из них накерованы на представление своего района по-новому. Историчные, патриотичные, туристичные мероприемства на протягу года будут проходить по всей области. А про сгод лидеры сберутся снова, как обмерковать выники. Вольга Вальченко, Катерина Сапельникова, Дмитрий Радянко. Телерадиокомпания «Гомель». Сегодня у эфира телеканала «Беларусь-Шатыр» глядите черговый выпуск программы «Добрый вечер, Гомель». Эки зауседы телеглядача, чекая размова с текавыми людьми, ведучи обмеркуть важные подзеи, будут закранутые актуальные темы. На этот раз гостями передачи станут представники Инженерного института МНС и неодноразовый рекордсмен Беларуси по спид-кубингу. Суразмолцы ведучих уразят своими досягнениями и подымут темы, связанные с безопасной жизнедеятельностью. Среди гостей программы начальник по реализации специальных проектов Федерации правосоюзов Беларуси Артем Игнатенко. Он расскажет об умовах и особливостях проведения нового отборочного тура республиканского конкурса талента «Новые имены Беларуси-2016». Глядите программу «Добрый вечер, Гомель» у эфиры телеканала «Беларусь-4» сёння у 19.01. У Минску разыграли у Знагороды Кубка Краины по боксе. У Агульным залику Гомельская область заняла третье место. У Веццы проходили бои мясового значения, але с международным размахом. 16 команд приняли удел у открытым республиканским турниры на прызы ветка узкага райвы Канкама. Юных боксёров турниру Веццы сбираю уже у 12-й раз. С кожным годом расте колькость удельников, а значит и конкуренция за узнагороды. У гэты раз на споборниство не приехали только боксёры с Брестской в области. На такусе регионы республики выставили бойцов. З России прибыло две дружины – с Белгорода и у Нечи. Турнир растёт, развивается и, я думаю, что способствует не только спортсменам развитию, но и спортивного духа наших детей, которые на самом деле в данный момент где-то отлинивают от спорта, где-то какие-то хищения ищут. Но мы стараемся и на самом деле турнир способствует этому. Усягона с поборництвы приехало 120 удельников. На рынку за узнагороды змагались бойцы в троху взрослых категориях – от 12 до 17 годов. Для боксёров турниру Веццы готов опыт. Для их тренеров – махчимость оценить ближайшую перспективу. Мы с таким же интересом приехали, чтобы обкатать команду. Мы приезжаем, стараемся часто на него приезжать, посмотреть перспективных, посмотреть людей с областей других. Очень хороший тренировок. Выхованцев Ветковской с Дюшар статус господаров обовязывая выступить на высокем узровне. До споборництва команда архтовалась и был разлик на медали. У нас очень обновлённый состав. Малыши и юноши, малыши-школьники. Можно сказать, что проводят свои первые бои. Да, где-то проигрывают, но тот, кто уже давно занимается. Естественно, сегодня будут в полуфинале. Надеюсь, что дойдут до финала. Шастёры Веткаучан добрались до финала. Перемахчий своего соперника змог только Василь Герасимчук. Кроме того, на рахунку мясцовых боксёров шесть бронзовых узнагарод. Максим Савин, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». На этом выпуск завершен. У студии працевал Александр Гамоля. Усяго вам доброго и до встречи в эфире.